И ошибки, и в середину сетки, и срывы, но явно, что к этому решающему моменту у Квитовой не хватило нервов, сломалось. Достойный реванш после победы Квитовой, реванш Шараповой после Уимблдона. Да, и учитывая то, что Мария сказала вчера о том, что не любит она одному и тому же игроку проигрывать по несколько раз подряд, Так, а как же они тогда с Азаренко играли? С Азаренко последний раз в Риме выиграла Мария в прошлом году. Но это на грунте. Да, снялась во втором сете Вика. Итак, еще раз поздравляем. Да, действительно очень сложная, нервная игра, очень нервозный характер в конце не позволил Петре Квитовой полностью показать свои способности. Ну, 21 год, что мы хотим, у нее еще впереди при ее данных-то. А Машу поздравляем с выходом, с выходом в финал. Ну, я считаю, что вы правы в том, что это все же опыт. Здесь многое сыграл в этом матче. И какая радость, Тони вот сейчас, это вот матчбол как раз, о, какая, как будто бы она уже выиграла этот турнир. Тяжелейший матч был, тяжелейший, очень сложный. Непростая соперница. Мотивация на эту игру сверхпредельная, потому что надо было отвечать за Уимблдон. Саманта Смит, которая берет послематчевое интервью у Марии. Она, по-моему, играла, это англичанка, да? Да. Очень сложный матч, очень близкий по счету. Что удалось, какие действия удались Марии, чтобы вот, ну, переступить эту черту финишную. И Маша говорит о том, что она не знает, как получилось. И всегда у нее были проблемы при подаче. И Мария говорит о том, что она просто пыталась все время быть в игре. И похоже, что это был ключ к успеху. И что Маша считает, что вот делает ее такой, какая она есть, таким хорошим игроком, таким хорошим бойцом. Я очень люблю этот спорт. И иногда, когда что-то не получается, и всегда играешь ты с игроком, который стоит на той стороне. И когда именно, когда не получается, то пытаешься все время быть, оставаться в игре. И похоже, это сегодня был ключ к успеху, как уже до этого сказала Маша. Мы поздравляем ее с выходом в финал. Ну, а сегодняшняя наша еще программа сегодняшнего дня в 12.20 по московскому времени. 12.20 нас ждет, но это практически меньше, чем через час, Федерер-Надаль. Надаль-Федерер, полуфинал мужского одиночного разряда.